40-я по счету сессия законодательного собрания Край открыла новый законотворческий сезон. Как предполагают парламентарии, он будет непростым. Предстоит разработать и принять теорет антикризисных законопроектов, а кроме этого обсудить новые правила формирования бюджета. Вместо трех лет, как это было ранее, главный финансовый документ пока утвердят на один год. По мнению экспертов, это позволит делать более точные прогнозы и минимизировать ошибки в расчетах. Неизменной останется направленность бюджета, дал понять Вениамин Кондратьев. Нам необходимо выполнить все социальные обязательства, которые мы взяли на себя перед жителями края. Все эти социальные пособия и льготы людям, населению, они для них, поверьте, очень важны. Мои приоритеты до выборов и после выборов ни в коем случае не изменились. Основной и главный приоритет качества жизни людей – прозрачность деятельности власти, рост экономики нашего края, рост благосостояния жителей, улучшение социально-бытового обслуживания. После избрания губернатором это первое выступление перед депутатами. Глава региона им напоминает. О чем говорилось до выборов, остается в силе и после. Сокращать расходы на выполнение социальных программ в регионе не будут. С учетом выступления Кондратьева парламентарии одобрили в первом чтении изменения в текущий бюджет. Расходную часть в Краевом Минфине предложили увеличить на 2 миллиарда рублей. Предусматривается увеличить государственные программы Краснодарского края на 2 миллиарда 15 миллионов рублей. Самые крупные ассигнования будут направлены на государственную программу развития здравоохранения. В целом эта программа будет увеличена на 815,7 миллионов рублей. Основные средства этого увеличения пойдут на улучшение лекарственного обеспечения граждан. Часть суммы рассчитывают получить из федерального бюджета, часть от перераспределения в региональном. В нынешней экономической ситуации каждый рубль должен вкладываться максимально эффективно, настаивает губернатор. В противном случае непросчитанные траты потянут в долговую яму все муниципальные бюджеты. Глава муниципальных образований я однозначно везде, где был и в крае, ставил задачу сбалансировать бюджет, то есть сбалансировать расходы с доходами. То есть нужно жить по доходам, а не выдвигать на первый план хотелки или какие-то там пиаровские моменты, совсем не подкрепленные реальными деньгами, а деньги тратить на реальную жизнь людей. Там, где они нужнее и важнее. Глава региона заострил внимание на том, что муниципалитетам необходимо наращивать долю собственных доходов бюджета и снижать зависимость от краевого. В парламенте эту позицию разделяют, и депутаты согласны и в том, что нужно переключать денежные потоки с неэффективных, пусть даже крупных, проектов на реализацию социальных программ. Те задачи, которые поставлены перед краем, чтобы они осуществились в плане финансирования и нашего бюджета, здесь надо посмотреть о том плане, чтобы каждые денежные средства, которые были выделены на те целевые программы и социальные программы, чтобы они выполнялись в полном объеме. Ключевой, наверное, это оптимизация за счет эффективности расходования в плане и содержания, и каких-то сопровождающих непервоначальных задач. То, что порой приходится доказывать прописные истины, следствия не всегда эффективных управленческих решений, не скрывает Вениамин Кондратьев. На это отчасти влияет и нехватка контроля за выполнением поручений. Работу в этом направлении будут усиливать. Еще одна нерадостная новость для кубанских чиновников – их станет меньше после оптимизации структуры исполнительной власти региона. Оптимизация в органах управления, власти, она коснется, я уверен, всех уровней. Здесь такой же принцип – количество чиновников не значит их качество. Оптимизировать структуру управления, структуру администрации края и, конечно, сокращение. Процесс этот непростой, но, поверьте, он необходим. Такая армия, мне кажется, друг за другом смотрит, и в конечном счете у семи нянек, как в поговорке, дитя без класса остается. Первые изменения в структуре администрации Краснодарского края станут известны уже в конце октября. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар.